всем привет сегодня видео про дизайн почему один дизайн устаревает а другой нет актуально всем кто делает дизайнерский ремонт каким должен быть дизайн интерьера сейчас чтобы он не устарел через несколько лет 10 12 15 лет об этом меня спрашивает половина заказчиков и вопрос этот звучит следующим образом иван давайте придумаем дизайн такой который через 10 лет меня бы радовал он бы не устарел был бы актуальным и легко продался бы еще бы и навариться на этом возможно ли такое сделать или нет давайте разберемся а видео на эту тему я решил снять после недавнего случая дело в том что недавно я посмотрел много больших квартир с дизайнерским ремонтом просто одни хорошие люди попросили меня помочь им выбрать квартиру с готовым дизайнерским ремонтом ну чтобы знаете как говорится заехал и живее просто семья большая муж все время на работе жена с тремя детьми и времени совершенно нет да и желание заниматься вот этим знаете большим ремонтом дизайном вот этот весь длинный процесс затянуты а и бы хотелось побыстрее буквально косметический ремонт заехал и живи ребята насмотрелся я квартир с дизайнерским ремонтом но я вам скажу целую кучу клиент ходит смотрит волосы дыбом отвергает одну за другой все ему не нравится и говорит боже мой а что же это такое здесь же никаким косметическим ремонтом не обойтись и вот получается что есть клиент у него есть деньги он отвергает квартиру за квартирой только лишь потому что ему не нравится дизайн но а дизайн и вправду я вам скажу тут еще хотя было потрачено много денег души я бы сказал и времени чтобы создать вот что-то эдакое а получилось вот то что сейчас людям не очень-то и нравится и вот тут-то я и задумался получается что эти квартиры не покупают из-за дизайна наверное не совсем так хотя дизайн это один из основных факторов который отталкивает получается что так ну вот мы постепенно подобрались главной теме сегодняшнего видео а каким должен быть дизайн интерьера чтобы не устаревать со временем и не терять своей актуальности а вообще такое возможно бывает ли такое вы знаете друзья дело в том что я 20 лет в профессии и слежу за разными дизайнерами нашими заграничными и вижу что у одних дизайн не теряет актуальности с годами а только крепчает как дорогое вино а у других дизайн начинает устаревать еще в процессе рисования проекта вот для примера покажу две квартиры каждой из которых примерно так лет по 15 квартира номер один это та квартира которую мы ходили смотреть воочию что называется с моими хорошими знакомыми давайте ее посмотрим в первую очередь и вот мы с вами видим большие пространства многоуровневые потолки которые были модными еще в те времена ну и соответственно делали так как по моднее поприкольнее но к чему это привело мы знаем клиент посмотрел ужаснулся остался недоволен нет это не рио-де-жанейро это гораздо хуже а это квартира номер два ей тоже примерно столько же лет над ней тоже работали дизайнеры но она выглядит совершенно иначе обратите внимание посмотрите насколько гармонично она смотрится как интерьеры совершенно по-другому воспринимаются как прямо хочется зайти все потрогать везде посидеть всюду побывать и везде все внимательно рассмотреть понравилось мне тоже понравилась эта квартира но к сожалению она в нью-йорке они у нас а так бы хотелось чтобы это была именно та в которую мы пришли и посмотрели но это не так почему эта квартира которой тоже 15 лет на сегодняшний день выглядит так свежо так актуально так модно если хотите да все потому что эта квартира когда создавалась в нее была заложена идея люди которые живут в этой квартире они любители искусства собирают живопись арт-объекты и все это вы видите в интерьере идея заключается в том чтобы создать такой интерьер который бы подчеркнул живопись вот эту вот скульптуру арт-объекты различные красивую мебель и все это органично переплелось и стала единым объектом искусства если хотите поэтому это и сейчас смотрится здорово интересно и актуально потому что заходя в одну комнату во вторую мы не просто видим картину на стене а мы как бы попадаем в эту картину здесь нету никакого определенного стиля какого-то направления тем более здесь нету а давайте сделаем вот так потому что это прикольненько посмотрите здесь есть идея к квартира коллекционера я называю это концептуальный дизайн тут не стоит искать какого-то определенного стиля здесь нужно смотреть на атмосферу на эмоции которые у вас появляются глядя на этот интерьер и это главное главное те ощущения которые вы испытываете находясь в этом интерьере атмосфера атмосфера которая вас обволакивает атмосфера в которую вы погружаетесь и чтобы создать такую атмосферу в которой вы будете чувствовать себя невероятно комфортно и здорово нужно подходить концептуально а не делать как-то там чтобы было прикольненько модненько ну и так далее в общем вы поняли итак друзья вы посмотрели два примера разных квартир ну а теперь делайте выводы сами каким способом вы будете проектировать и какой вы будете делать ремонт либо делать прикольненько и модненько либо вы будете делать концептуальный дизайн выбор за вами ну а я как говорится с вами прощаюсь ставьте лайк подписывайтесь на канал да пребудет с вами муза и про комментарии не забывайте